Любовь На щуплом теле ссадин было много, а на спине ротцы срослись и на рост. Он волочил прихрамывую ногу и верно в драке был потерян хвост. Любой, кто первый раз с котом встречался, невольно говорил «Какой урод!» И от себя прогнать его пытался. А он мечтал о ласке этот кот. В него бросали камни и шпыняли, чтобы он не появлялся во дворе. Струей воды из шланга поливали и запрещали трогать детворе. А он под шлангом мог, не убегая, как будто зла совсем не замечал. А ноги терся, боль превозмогая, а если брали на руки, мурчал. Однажды лай соседских псов раздался, неуканье и сталь команды фас. Уродливый от страха в землю жался, но от собак никто его не спас. Я бросилась, но было слишком поздно. Кот был в крови, почти что не живой. Он посмотрел так жалобно, так слезно, что я решила взять его домой. Он на руках хрипел и задыхался, но вдруг открыл свой глаз и замолчал. Потерся лбом, к моей руке прижался и тихо, благодарно замурчал. В последний миг, от боли умирая, искусанный, истерзанный в крови, На все свои мучения невзирая, он лишь просил о капеньке любви. И, может быть, чуть-чуть о сострадании. Я в тот момент так ясно поняла, как он красив, И сколько в нем желания любить, и сколько света и тепла. Домой дойти я так и не успела. Кот тихо умер на моих руках, А я потом на лавочке сидела и слез не замечала на щеках. Мечтаю от болезни излечиться, О красоте, о жизни без невзгод. А я любить мечтаю научиться, Так, как любил простой дворовый кот.